Я рисую график функции y равняется 1 разделить на x. На самом деле, когда мы имели дело с выражением 1 плюс 1 вторая, плюс 1 третья, плюс 1 четверть и так далее, плюс 1 вторая, то, конечно, это имело отношение к этому нашему графику. В самом деле, что такое 1? Единица – это площадь вот этого квадрата. Что такое 1 вторая? Площадь вот этого. Что такое 1 третья? Что такое 1 четвертая? И так далее. То есть, если вы останавливаетесь на каком-то натуральном числе n, то здесь, разумеется, прямоугольник ширины 1 и высоты 1 n. Соответственно, вот эта вот частичная сумма гармонического ряда, которую мы давайте будем обозначать вот так, hn, это просто-напросто сумма площадей квадрат и такие вот прямоугольные определения. Если число x больше 1, то вы, взяв график функции y равняется 1, разделенной на x, рассматриваете площадь, заключенную между следующими линиями, значит, вертикальный отрезок от точки 1, вертикальный отрезок от точки x, и внизу ось абсцисс, а здесь график функции y равняется 1. И вот эта площадь по определению называется натуральный логарифм x. И так как это записывается? Интеграл от 1 до x, dt разделить на t. Повторяю, натуральный логарифм числа x, это есть площадь вот такой вот криволинейной трапеции. Здесь вертикальный отрезок, здесь вертикальный отрезок, здесь график y равняется 1 разделить на x, и здесь просто-напросто горизонтальный отрезок. Ну, на самом деле, хорошо бы сказать, чему равен натуральный логарифм числа, который расположен на меру 0 и 1. Если у вас число x положительное, но меньше 1, тогда картинка будет вот как, картинка будет единица нашего числа x. Криволинейная трапеция вполне существует, но, ребята, если здесь была площадь, и вот интеграл, это как раз и есть та самая площадь, да? Здесь, конечно, площадь тоже есть, какая-то там площадь си. Только вот натуральный логарифм x – это минус – это величина си. Между прочим, что интересно, обозначается это ровно так же. Интеграл от единицы до x dt разделить на t. Обратите внимание, когда идешь от единицы до x направо, то площадь берется положительная. Когда идешь налево, площадь берется со знаком минус. Между прочим, если бы наша кривая шла не над площадью абсцис, а здесь бы шла вниз, то та часть площади, которая вот внизу, она продлась бы со знаком минус. Ну, вообще, о принятии интеграла хорошо, в общем-то, отдельно поговорить. Это очень важное, одно из важнейших математических понятий. Ну, а сейчас давайте не будем на этом уж сильно останавливаться, поскольку меня на самом деле интересует не просто произвольная кривая и произвольный интеграл, а меня интересует вот эта самая кривая. y равняется единице деленной на x. И вот именно эта функция – натуральный логарифм. Давайте я сейчас попытаюсь найти какие-нибудь, что называется, интересные формулы для некоторых... для некоторых... Например, для отправленного логарифм на двойки. Продолжение следует...